Аграрии района готовятся к весне. Одной из первоочередных задач в этот период для них является подкормка озимых колоссовых культур. На сегодняшний день удобрения внесены уже на 90% посевов, общая площадь которых составляет более 17 тысяч гектаров. После наступления благоприятных погодных условий для работы в полях, с наступлением весеннего периода, значит, феймеры Кашкабльского района приступили к весеннеполевым работам. Феймерам Кашкабльского района предстоило подкормить в первую очередь весь озимый клин. Это площадь около 17 тысяч гектаров озимых колоссовых культур. На сегодняшний день подкормка практически завершена полностью в Кашкабльском районе. 17200 гектаров подкормлено где-то около 16 тысяч гектаров. Это составляет 92% от общей площади. Но тут, конечно, хотел отметить, что вся площадь, которая была посеяна осенью, озимая пшеница и озимый ячмень, скажем так, в удовлетворительном, в хорошем состоянии. А вот по зимующему рапсу, по рапсу у нас из-за засухи, скажем, в осенний период не взошли около 1000 гектаров, чуть больше, может, 1000 гектаров. Сейчас, как бы, будет второе обследование у нас. Мы где-то порядка 1000-1200 гектаров рапса будем списывать. Мы, как бы, их не подкормили, но там, как бы, смысла нет подкормить. Сходов нету. Мы их будем списывать. Вся площадь практически подкормлена на сегодняшний день. Также начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов отметил, что фермеры района приступили к подготовке почвы под яровые культуры. Сегодня в районе у фермеров нет никаких проблем ни с техникой, ни с семенами. Также фермеры приступили к подготовке почвы под сев яровых культур. На сегодняшний день идет подготовка почвы и уже посеяно около 80 гектаров ярового ячменя. Также нам предстоит посеять в этом году где-то около 9000 гектаров подсолнечника, чуть больше 7000 гектаров кукурузы. Где-то планируем посеять по 500 гектаров у нас получается овса и ярового ячменя. Также планируем посеять в этом году где-то 350-400 гектаров сои. На сегодняшний день обеспеченность семенами у фермеров практически 100%. Уже семена завозятся в район, то есть проблем с семенами у нас в районе не будет. Техники у нас в районе достаточно для проведения второй подкормки озимых колоссовых культур, где через несколько дней начнется уже вторая подкормка в районе. И также у нас для проведения севы в оптимальные сроки готовы, скажем так, практически на 100%. Техника есть, все есть, ждем погоду. Все работы выполняем в оптимальные сроки. Натуся Кчмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашихаптского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...